зачем сколько когда как правильно пить воду очень важно знать я бы сказал жизненно важно знать неправильное отношение к воде сокращает продолжительность жизни и нарушает ее качество знаете копии сломано в этом вопросе немало я предлагаю вам квинтэссенцию более чем 25 летнего опыта практикующего врача замечу не врача теоретика а врача практика более того я не не лечу отдельные болезни это не имеет никакого смысла я знаю как создать физиологические условия для работы вашего организма в которых он постепенно избавляется от приобретенных ранее болезни и живет долго и счастливо и работает эффективно и результативно интенсивно для вас и просмотрев это видео до конца вы узнаете зачем пить воду сколько пить воды когда ее пить как правильно пить уже каждый из этих вопросов если вы не понимаете естественно сокращает продолжительность вашей жизни зачем вам это надо вы хотите жить дольше и лучше поэтому первый вопрос зачем пить воду ну если посчитать все молекулы в организме человека то 98 процентов по количеству это молекулы воды если посчитать по процентному содержанию то от содержания воды в вашем организме зависит ваш биологический возраст при оплодотворении яйцеклетки сперматозоидом содержание воды в оплодотворенной яйцеклетке порядка 94 процентов и это нужно понимать что это громадная величина при этом яйцеклетка делится наиболее интенсивно в день вашего рождения но всего один раз содержание воды в организме человека 85 процентов на протяжении жизни содержание воды постепенно снижается но если вы молоды если вы здоровы содержание воды в организме примерно 75 80 процентов эту величину поддерживает здоровый организм потому что вода абсолютно необходима для обмена веществ и чем моложе человек тем интенсивнее обмен веществ и тем большее содержание воды в его организме присутствует если у человека присутствует ожирение содержание воды снижается примерно до 65 процентов это тоже значительная величина а вот перед смертью порядка 45 процентов и соединив эти точки 94 процента при оплодотворении и 45 это смерть вы понимаете что принципе если классики марксизма ленизма говорили что жизнь значит умирать и принципе жизнь такая смертельная болезнь многие говорят то с точки зрения обмена воды жить значит высыхать если вы не знаете как правильно поддерживать водный баланс своем организме вы быстрее высыхаете ну и человек раньше умирает поэтому я плавно перехожу ко второму вопросу сколько нужно пить воды я уже вам подсказал есть критерий это водный баланс то есть вода должна входить в организм и без осложнений выходить из него и и если содержание воды вернее водный баланс у яйцеклетки сложно оценить при том высоком содержании воды то у новорожденного ребенка уже проще в день рождения когда рождается ребенок содержание воды примерно 85 процентов и потребность ежедневная потребность в воде 15 процентов от массы тела я вас уверяю не нужно заливать ребенка этим количеством воды ему достаточно великолепного продукта питания под названием материнское молоко в котором есть вода и в обычных условиях если условия достаточно комфортный по температуре я имею ввиду ребенку этого количества воды хватает если температура окружающей ребенка среды выше 24 градусов это верхняя точка зоны теплового комфорта ребенок начинает активнее путем испарение воды через легкие через кожу обезвоживаться и вот тут его нужно подпаивать и чем выше температура окружающей ребенка среды тем больше жидкости ему нужно и вот эти 15 процентов от массы тела конечно уже должны увеличиваться учитывая условия окружающей среды ребенку до года примерно содержание воды в рационе должно быть примерно 10 процентов от массы тела то есть если ребенок весит к году 10 килограмм это нормальный вес то как вы понимаете один литр воды его организм должен ходить и это не чистая вода как говорят многие потому что в таком количестве чистую воду если ребенок будет пить ему некогда будет просто кушать это вода находится продукты питания это уже просто правильно понимать человек молодой содержанием воды 75 80 процентов его потребность ежедневная в воде 45 процентов от массы тела если же есть заболевание сердечно-сосудистой системы или заболевание почек то эти органы эти системы управляя более активно обменом воды они активно в этом участвуют если есть заболевание то безусловно содержание воды в рационе количество воды для поддержания водного баланса резко снижается до нижней границы это полтора процента от массы тела плюс компенсация диуреза за вчерашний день пусть например человек весит 60 килограмм полтора процента это всего 900 миллилитров воды плюс вчера допустим было выделено 500 миллилитров мочи 500 плюс 900 получаем почти полтора литра воды должно быть в рационе этого человека для того чтобы поддерживать водный баланс на нужном уровне и не перегружать работу сердечно-сосудистой системы и работу почек если вы понимаете что такое водный баланс и успеваете его своевременно поддерживать вы здоровый ваша продолжительность жизни будет оптимальной то есть вы будете жить этот показатель если он уже не будет сокращать продолжительность вашей жизни если же вы вводите недостаточное количество воды в свой организм в чистом виде либо в составе продуктов питания каких-то напитков то безусловно вы понимаете что водный баланс становится немножко иным воды не хватает вы постепенно высыхаете вы стареете вы приобретаете различные заболевания связаны с этим состоянием вы приближаете смерть поэтому так делать не стоит знаете правда некоторые утверждают что они не пьют воду вообще но вы знаете вопрос философский сухое голодание это в обычных условиях 45 суток если это экстремальная жара то критическое обезвоживание организма наступает значительно раньше и умереть можно значительно быстрее если человек знает что такое медитация может вести себя такое состояние например это делают высококвалифицированные йоги да они могут находиться в условиях неупотребления воды более длительное время почему потому что зависимости от скорости обмена веществ зависит потребность воде они могут затормозить обмен веществ в разы и соответственно потребность воде у них уменьшается особенно если йог находится не просто на солнцепёке где он просто в попытке охлаждения его организм будет терять избыток воды а находится допустим какой-то прохладной пещере где стопроцентная влажность и он может фактически во первых не теряет воду путем испарения больше того вдыхая воздух он потребляет еще таким образом воду совершенно просто другой альтернативный источник воды когда люди утверждают что вот мы не пьем воду в принципе вопрос что вы делаете в своем организме распишите свой день что вы делаете в течение дня и понятно что появится не вода какие-то воду содержащие среды которые организм все равно потребляет потому что увы обмен веществ тепло у теплокровных животных идет интенсивно и для того чтобы сохранять постоянную температуру тела есть система терморегуляции которая работает на воде который испаряя воду поддерживает постоянную температуру тела если же вы чрезмерное количество воды войти свой организм понятно это вода не сможет держаться в клетках для обмена веществ она кажется в средней ткани в виде отеков и если у человека слабые почки они не смогли вывести избыток жидкости утром вы просыпаетесь есть отеки на лице есть отеки под глазами и эта ситуация показывает так называемые верхние или утренние отеки они показывают слабость выделительной системы почек и я понимаю что вам вашим почкам нужно уже более активная помощь чем просто регуляция объема жидкости если вы утром проснулись а присутствуют отпечатки постели на теле если вы пытаетесь одеть кольцо она с трудом налазит на палец утра если вы пытаетесь одеть браслет а он туговат если вы пытаетесь сжать руку в кулак вам что-то мешает это говорит о том что у вас слабо работает другая выделительность тема более мощный фильтр это печень и вашей печени нужно уже нужно какая-то более активная помощь потому что в данном случае более жесткие токсины которые обладают канцерогенной активностью ваша печень не смогла полноценно вывести ну кстати вот такие отеки это один из 50 признаков нарушение работы печени которые вот опубликовал в этой книге тут много признаков которые показывают что ваша печень не работает полноценно один из них я вам только что сказал это вот такая специфическая отечность кстати книгу можно заказать вы видите контакты рассылаю по в любые страны границ нет почта работает великолепно поэтому тут не проблема если же присутствуют нижние отеки то есть к вечеру появилась отечность на ногах то я прекрасно понимаю что плохо работает сердечно-сосудистая система в этом организме и не нужно ее перегружать водой потому что сердце и без того перекачивает тонны крови если мощности его не хватает до кроме вернее не крово жидкая часть крови остается благодаря гидростатическому давлению остается в ногах и это показывает то что и эта система не работает полноценно не работает эффективно вы должны это понимать и использовать для своего здоровья регулируя объемом качественно и количественно употребляя жидкость регулировать работу своего организма и перенапрягать эти системы а лучше конечно позаботиться о том чтобы их усилить потому что чем лучше работают два фильтра печени почки и чем лучше работает сердечно-сосудистая система которая связывает все органы и системы в вашем организме зависит фактически биологический возраст вашего организма зависит качество вашей жизни сегодня и потенциальная и продолжительность потому что понимаете что печени почки очищают кровь почки сто процентов это кормилец вашего организма потому что от печени зависит как был переработаны продукты питания в нужные только вам исключительно вам компоненты сердечно-сосудистая система должна разнести все это продукты питания клеткам образовавшиеся там шлаки через выделительную систему удалить из вашего организма и вот тут возникает вопрос как же обеспечить работу вашего организма как рационально использовать титул воду которая вашего организма нужно ежедневно и нужно ежеминутно нужно ежесекундно вопрос когда пить ну если мы понимаем что вода она не улучшает процесс пищеварения а попадая в желудок разбавляя желудочный сок то понятно что пить нужно воду обязательно на пустой желудок потому что чтобы она все-таки не нарушила процесс пищеварения тоже важно понимаете что одной водой сыт не будешь нужно все-таки какая-то еда поэтому что получается когда вы можете совершенно спокойно влить воду попасть пустой желудок это если у вас был скромный ужин и вы эту ситуацию сделали допустим проснулись ночью по какой-то другой причине до скромный ужин в желудке как правило уже пусто вы можете спокойно туда влить 200 300 миллилитров воды если вы проснулись утром и не обязательно ждать чувство жажды вы утром имеете право совершенно спокойно выпить воду а еще лучше воду с различными добавлениями кстати такое видео как правильно начинать день есть на моем канале поэтому вы легко можете его просмотреть если вы долго не ели и пища была такая более легко усваиваемый то я понимаю тоже вы можете выпить воду вот как правильно пить воду после еды тоже есть такое видео на моем канале это очень важно знать потому что состояние после еды возникает в разное время после одной еды возникает через 40 минут а после иной еды возникает через восемь девять часов и это нужно просто понимать от качества продуктов питания которые вы съели и от их количество зависит время необходимое на опорожнение желудка когда там пищеварение произошло и вы сможете спокойно вливать туда воду если вы этого не знаете если вы вливаете воду не в пустой желудок возникает уникальная ситуация содержащаяся там пища она нарушается процесс пищеварения она подвергается брожению гниению если брожение продукты брожения первично раздражают только печень печи работает хуже если процесс гниения вслед за печью раздражаются еще почки потому что процесс гниения белков продукты гниения белков выводятся почками и вы понимаете что две системы у вас работают плохо и вы не просто транжира по здоровью вы еще транжира по деньгам потому что пища у вас вы вложили в пищеварительную систему она вас не переварилась день это вы на нее на нее потратили вы же должны это все понимать что пища сегодня достается не бесплатно особенно качественная хорошая пища и вложив ее в пищеварительность в том залив туда воду вы нарушаете процесс пищеварения у вас развивается и активируется дисбактериоз кишечника такое видео можете тоже найти на моем канале минус 30 процентов жизни если вы не знаете как правильно пить воду после еды таким образом вы провоцируете свой организм на развитие дисбактериоза кишечника и сокращение продолжительности жизни причем за ваш собственный счет вы просто деньги теряете вы вкладываете сокращение продолжительности своей жизни вы должны это четко понимать поэтому видео обязательно посмотрите как правильно пить воду после еды это очень важный момент ну кстати как правильно пить воду в принципе тоже несколько видео есть на моем канале уже потому что важно правильно сочетать вода еда физическая нагрузка эмоциональная активность вообще в принципе какая-то деятельность или бездеятельность то есть работа либо отдых это же правильно сочетаться и важно понимать что сочетание должно быть без проявления отеков без внутия живота без урчания без появления обязательно чувство жажды и чувство жажды вроде как ну подумаешь жажда появилась это очень серьезный показатель который говорит отражает всего один процент степени обезвоживания вашего организма всего-то ничего какая мелочевка но жажда равно высокая вязкость крови что такое высокая вязкость крови это нагрузка на мотор нагрузка на сосуды но тут сердце сосудами могут недолго терпеть чувство жажды поэтому важно понимать как правильно все это комбинировать для того чтобы пища переваривалась оптимально продукты жизнедеятельности или шлаки обмена веществ выводились эффективно и сердце работало подольше и получше это важно просто все это в комплексе понимать поэтому смотрите видео на моем канале не вопрос вот есть еще один вопрос который я не обозначил самого начала какую воду пить здесь разношение масса а знаете почему большинство людей которые пишут что вот уже пить такую воду такую воду такую такую такой десятки видов сегодня вы знаете каждый из них частично прав потому что для того чтобы поддерживать высокий уровень вашего здоровья вы должны понимать что вода разного качества поддерживает более активно какое то определенный вид активности вашей определенный вид вашей жизнедеятельности и вам нужно на самом деле десятки видов воды И просто понимать, что эти десятки видов воды обеспечивают вас на определенном промежутке вашего времени, вашего рабочего дня, вашей жизни. И если вы правильно комбинируете вот эти все разные виды воды, ваш уровень здоровья будет высок, ваша работоспособность будет высока, и ваша продолжительность жизни будет максимально продолжительной. Вы должны это просто понимать. Если же вы этого не знаете, если вы это не понимаете, если вы считаете, что только такая или только такая вода, или с таким показателем, или с таким показателем принесет вам абсолютное здоровье в любых условиях, вы ошибаетесь. Вы знаете, подобрать воду под ваш образ жизни часто сложнее, чем нанести правильный макияж в соответствии с теми условиями, в которых вы собираетесь находиться, чем соблюсти дресс-код. Вот. Знаете, разные ситуации бывают. Но я думаю, что не очень в своей тарелке или в своем теле будет чувствовать себя человек, если зайдет в пляжном костюме, допустим, на дипломатический прием. Или наоборот. Во фраке пойдет в тренажерный зал. Нет, дойти до тренажерного зала можно. Там совершенно другой дресс-код. Там нужно переодеться в совершенно иную одежду. Хотя вы знаете, видео во фраке на беговой дорожке, думаю, что оно взяло бы много просмотров и лайков. Кстати, если вы считаете, что это видео хоть какую-то пользу вам принесло, не забудьте поставить лайк на нем, поделиться с друзьями, знакомыми. А я это видео буду заканчивать с привычными подписчиками моего канала словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. Подумай, какое еще видео написать на эту тему в летнюю жару.